Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели, рад очередной встрече. Я думаю, что сейчас мы находимся на определенном этапе, когда многие вышли с отпусков, начинается новый цикл рабочий, а мы сегодня вместе с вами проведем 75-ю по счету передачу, юбилейная передача моей авторской программы «Конституция. Мы» на НВК САХА. Я автор и ведущий, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессор кафедры концомного права юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Александр Ким Кимен. И сегодня в гостях у нас исполнительный директор Международной организации северных регионов, Северный форум. Вы, наверное, это словосочетание давно знаете. Это вошло в наши умы и сердца. И он также является членом комиссии по направлению туризм Государственного совета Российской Федерации Владимир Николаевич Васильев. Добрый день, Владимир Николаевич. Сегодня тема нашего разговора «Перспективы международного сотрудничества регионов в быстро меняющемся мире». Конечно, предваряя наш разговор, я хотел бы начать с Конституции. По 71-й статье Конституции Российской Федерации к исключительному ведению Российской Федерации относятся вопросы внешней политики и международных отношений, международные договоры Российской Федерации. Вот в этой связи, как вы считаете, возможность использования потенциала некоммерческих организаций в части содействия установления добрососедских отношений, реализации принципов народной дипломатии и мягкой силы в развитии межрегионального сотрудничества между разными странами в условиях наличия, это очевидно, определенного кризиса в международных отношениях. Начнем с этого. Спасибо большое, Александр Николаевич, за приглашение. Сразу хочу поздравить с юбилейной передачей «75». Это очень большая цифра. Это все такие передачи надо долго готовить, продумывать, ну и обсуждать специалисты самого разного уровня, самых разных направлений. Да, вы правильно заметили, что внешние связи, внешняя политика – это прерогатива государства. Но регионы имеют свою свободу, определенную установлению внешних связей на региональном уровне, при этом, конечно же, при координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации. До недавнего времени, в принципе, если регион готовит какое-то соглашение, там согласование проводилось только с МИДом России, но вот уже примерно лет 8, наверное, в эту работу подключилось Министерство экономического развития России. То есть, если соглашение подразумевает какие-то обязательства финансового, имущественного плана, то это и соглашение проходит в согласовании Министерства экономического развития. Но протоколы намерений, меморандумы регионы могут самостоятельно подписывать по своему усмотрению. И, конечно же, в первую очередь регионы заинтересованы привлечением инвестиций, поэтому приоритет отдается этому направлению. Ну, как вы правильно сказали, некоммерческие организации. Это очень хороший инструмент народной дипломатии, так называемой мягкой силы. И открывает достаточно широкий простор для гуманитарного, культурного, научного, образовательного сотрудничества, установления побратимских связей. И это необходимо, конечно же, максимально использовать. Особенно вот этот период, очень такой турмулентный период, когда мы видим, прямо стали свидетелями рождения нового мира, нового мироустройства, так сказать. Наш президент уже часто говорит о появлении многополярного мира. То есть меняется вся структура международных взаимоотношений. И каждая страна, каждый регион старается найти там свое место. Но надо учитывать, что практически большинство наших губернаторов, глав регионов, ну и крупных предприятий попали по санкционной списке разного уровня. И есть сложности установления международных, межрегиональных связей. А некоммерческие организации более независимы, более свободны в создании разных инструментов взаимодействия. Например, Северный форум проводит мероприятия не только здесь, в республике, в регионах Российской Федерации, но мы стараемся выйти теперь за рубеж. То есть создать возможности для регионов налаживать прямые связи, доносить свой голос, быть установаемым и не переставать, не выходить из вот этого круга сотрудничества. И это пока получается. И здесь мы очень хорошо, конечно, ощущаем поддержку Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну, можно было бы подумать, что раз мы международные организации Арктики, у нас очень много коллег из западных стран, можно подумать, что могли бы возникнуть какие-то препятствия. Нет, наоборот. Наоборот, все понимают, что вот такую родную мягкую силу надо использовать эффективно. И поэтому стараемся нарастить потенциал в этом плане. И таких организаций, в принципе, в России не так много. Честно говоря, например, Северный форум — это единственная международная организация Арктики, расположенная в Российской Федерации. Все остальные арктические организации, они находятся в западных странах. То есть, и это, конечно, создаёт некоторые сложности, но в то же время уникальный шанс для российских регионов плодотворно работать уже как бы без влияния каких-то западных структур, самостоятельно объединяя усилия идти вперёд по самым разным направлениям. Ну вот, если кратко, то, наверное, так можно ответить. Владимир Николаевич, ну, в этом году у нас очень успешно на самом высоком уровне прошли восьми международные спортивные игры «Дети Азии». Это, конечно же, налагало на нашу республику большую ответственность. Тем не менее, мы с этим справились, и это была инициатива нашего первого президента, Михаила Ефимовича Николаева. И части Северного форума мы можем тоже его упомянуть, поскольку в этом году исполняется 32 года со дня создания Северного форума. Пожалуйста, вот расскажите историю развития данной организации, которая, как вы сказали, является единственной межнародной организацией вот такой некоммерческой, которая зарегистрирована в Российской Федерации. — Да, конечно. Сейчас всё-таки 32 года, легко сказать, но это уже кажется для молодых отдалённым прошлым. Многие уже подзабыли немножко, возможно, как это всё создавалось. Организация появилась в 1991 году по инициативе тогдашнего губернатора Аляски Уолтера Хихла. Он шёл на выборы с этой идеей создания межрегиональной организации северных регионов, понимая, что вот границы открываются, появляется очень большая возможность для налаживания эффективных взаимосвязей. Он во время выборной кампании говорил, вы посмотрите на глобус сверху, и вы поймёте, кто наши соседи, кто наши партнёры. Вот это очень хорошее высказывание. Республика вошла в Северный форум через два года, в 1993 году. Очень сложное время. Мы все помним, что произошло в октябре 1993 года в России, когда Белый дом был практически осаждён. И в это время республика вступила в организацию. Михаил Химисович лично сам не принимал участия на Первой Генеральной Ассамблее Северного форума. Он направил Александра Деюча Кугаевского. Так что Александр Деюча правильно говорит, я человек, который подписал вступление. С этого момента начинается история участия республики в работе Северного форума. И многие говорят, что два человека основали Северный форум. Уолтер Хиккел и Михаил Николаев. Вначале, в принципе, я всегда старался поправить. Ребята, в 1991 году Уолтер Хиккел создал. Республика вошла через два года. Но потом в дискуссиях, обсуждениях мы оцениваем вклад каждого человека. И понимаем, что вот эти два человека явно выделяются, очень чётко выделяются среди всех руководителей регионов, которые возглавляли Северный форум или каким-то образом участвовали. И абсолютно чётко по праву Михаил Николаевич является вторым, ну, наравне с Уолтером Хиккелом, основателем Северного форума. И нам это очень приятно, что Якутия вот вносит весомый вклад в международное сотрудничество, помогает даже становиться на ноги, развиваться в динамично большой организации. И Уолтер Хиккел всегда очень большим уважением к нему относился, мы это видели. Они очень тепло встречали друг друга, общались очень долго, поддерживали друг друга. И не зря Уолтер Хиккел потом стал генеральным секретарём Северного форума, а Михаил Афимович – почётным председателем Северного форума. Вот это вот показатель той эффективной работы, которую эти два человека делали во благо всей Арктики, во всего Севера. Это вот история. Конечно, Северный форум в течение 30 с лишним лет переживал разные периоды. Были периоды рассвета, это 90-й год, узнавание друг друга, очень активно, очень много мероприятий проводилось, очень много проектов реализовывалось. Губернаторы с большим удовольствием собирались вместе. Это продолжалось примерно до 2005 года, потом начался небольшой спад. И этот спад резко ушёл вниз во время глобальной экономической кризиса 2008-2010 годов, когда многие главы решили, что они не могут себе позволить такую роскошь, ездить в другие страны, из Канады, скажем, в Россию или наоборот. И многие регионы покинули организацию. И тогда стоял вопрос вообще, что делать с Северной форумом. Может, пора уже поставить точку и так далее. Но многие говорили, в том числе и Михаил Ефимович, что нельзя терять вот этот потенциал Межрегиданского сотрудничества. Надо что-то делать, чтобы он вышел на новый уровень, по-новому поставить работу. И мы предложили республике вновь принять председательство. Тогда был президентом и главой республики Егоров Анатольевич Борисов. После некоторых раздумий он согласился. И в этот период произошло событие, которое позволило поставить организацию на ноги. перенос секретариата из Америки в Россию, в город Якутск. Содержание такого рода аппарата очень дорого в Америке. Долг рос прямо как снежный ком. А здесь и зарплата на порядок ниже, и арендные платы намного ниже. И республика помогла, и сенские взносы погасили взносы. То есть смогли все эти кубок проблем быстро решить. И сейчас мы наблюдаем потихоньку динамичный рост. Достаточно плавный рост. Потому что 2014 год тоже конфликт на Украине буквально перешел в открытую фазу. Вот 22-й год мы уже получили то, что получили. И в этих даже сложнейших условиях организация не теряет темпа. Не теряет темпа, наращивает. Стараемся разные возможности находить, выстраивать свою работу гибко. То есть сейчас сначала такой высокий полет, потом плато, потом резкое падение, выход на какой-то рубеж, стабилизация. И тоже падение. И опять небольшое падение. Я думаю, что вы показали особую живучесть. И во многом, в том числе, благодаря вашим усилиям. Но вот сейчас, Владимир Николаевич, мы живем, как вы сказали, в турбулентное время. Когда разные серьезные конфликты, это не только СВО, это и Израиль со многими, так сказать, конфликтуют. То, что вчера в Ливане произошло, это поражает всякую фантазию, как можно так жестоко обращаться. Конечно же, это показывает, что какие-то новые методы и подходы ведения вот таких себя в конфликтных ситуациях. Вот в этой ситуации перспективы международного сотрудничества в Арктике каковы? Потому что, насколько мы знаем, в Арктике свой интерес проявляют не только при Арктической территории, а далеко за ними. Понимая, что Арктический шельф – это огромное богатство. Поэтому как вы могли бы этот момент оценить? Да, Арктика, конечно, привлекает все страны мира. Это пока не тронутые залежи огромных месторождений углеводородного сырья, газа, нефти и так далее. Ну и, конечно, практически вся таблица Менделеева. Здесь редкие земельные металлы, которые сейчас в электронике очень важны тогда. Ну и в 22-м году, 24 февраля, мы проснулись абсолютно другой реальности. До 23 февраля у нас шла просто активная работа по подготовке мероприятий российского председательства в Арктическом совете. Очень живая коммуникация, живое общение с представителями всех арктических стран у нас было. Мы практически еженедельно по режиме встречались с ними онлайн, обсуждали, как мероприятия подготовим. Там Арктический энергетический саммит, например, Арктический форум по устойчивости, Первая конференция торгово-промышленных палат. Очень серьезные поручения мы получили от МИДа России, как Северный форум, наблюдатель Арктического совета. 24-го как будто свет выключили, обрубилось все моментально, и все перестали выходить на связь. Очень дружно, то есть стало понятно, что на Западе все, кто так с нами хорошо общались, все уже знали, что будет. В случае вот такого ситуации все должны разом порвать отношения с Россией в один день. А у нас председателем Северного форума являлся губернатором Лапландии. Мы с ним даже собирались командировку в Соединенных Штатах и в Канаду в это время. Осталось только билеты купить. И все пришлось просто отменить на ходу. Было, конечно, шоковое состояние вначале. Но оно длилось, слава богу, недолго, потому что все-таки долго, когда работаешь в такой сфере, все-таки понимаешь, что что-то может случиться. Быстро решили переориентироваться, понимая, что Северный форум имел хорошие связи в Азиатском, Тихо-Арганском регионе. Разработали концепцию на среднесрочную перспективу с поворотом на восток. Поворотом на восток, но постоянно следя за ситуацией в Арктике. Конечно, вот первые месяцы Арктический совет там просто бурлил и кипел. Голоса разделились на несколько частей. Кто-то говорил, мы без России спокойно отработаем. Кто-то, малая толика, говорил, нет, без России нельзя. Другие говорят, давайте мы это все распустим и создадим свой орган арктический, который мы сами будем делать. Россия выдерживала паузу. Николай Викторовичу Корчунову мы хорошо знакомы. Я видел, как он прилагает просто титанические усилия что-то предпринять. Надо же завершать российское председательство, чтобы качественно все было. По плану все, что планировалось в России, все проведено. И я помню, как он беспокоился при передаче председательства Норвегии в 1923 году. Но все прошло очень гладко, в принципе. Норвегия приняла председательство. Вот сейчас Норвегия говорит, мы начинаем восстанавливать деятельность Арктического совета. Более-менее там как бы успокоилось. Более-менее. Все-таки они поняли, что климатические изменения, например, последствиями никак не решить без России. Если они хотят получить какой-то доступ к Арктическому рынку России, Арктической зоне, то они должны все-таки какой-то диалог поддерживать. Соответственно, пока анонсировано восстановление работы на уровне рабочих групп. Нас наблюдатели приглашают, говорят, спокойно участвовать. Пока онлайн-мероприятие. Но Российская Федерация, конечно же, настаивает на том, чтобы отношения восстановились на полном уровне. На уровне старших должностных лиц и на уровне министров иностранных дел. Этого пока нет. Поэтому ситуация серьезная. Соответственно, западные страны пересматривают свои арктические стратегии, которые достаточно агрессивны по отношению к нам. Соответственно, даже вплоть до того, что США говорят, что военный конфликт возможен в Арктическом регионе. Поэтому ситуация очень сложная. Но мы все-таки надеемся, что здравый смысл все-таки преобладает. И шаг за шагом начнется восстановление, хотя бы пока не полномасштабного сотрудничества, но диалога. Но в ожидании этого мы сейчас активно работаем на Азиатском континенте. Да, безусловно, то, о чем вы рассказали, говорит о той напряженности, которая есть. А с другой стороны, те усилия, которые вы предлагаете, хотя бы по проведению очередного заседания Северного форума, говорят о том, что мы не опускаем руки. И самое главное, вы подчеркиваете особую роль Российской Федерации в арктической повестке. Поэтому мы продолжим наш разговор через несколько минут. Уходим на перерыв. Будьте с нами. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. У нас сегодня в гостях исполнительный директор крупной международной некоммерческой организации «Северный форум» Владимир Николаевич Васильев. Владимир Николаевич, вы многие годы работали и министром внешних связей. У вас огромный опыт. Так вот, сейчас у нас в скором времени откроется уже пятый по счету Северный форум по устойчивому развитию. И повестка, конечно же, очень насыщенная. Вы за этот период времени провели огромное количество различных мероприятий, форумов, конгрессов, конференций. Вот сейчас какую цель вы перед собой поставили, когда инициировали эту крупную международную площадку? Да. Северный форум по устойчивому развитию первый раз был проведен в 2019 году. И когда мы предлагали вот эту площадку, мы понимали, что в России есть много такого рода мероприятий. Восточный экономический форум, глобальный питерский экономический форум. Но мы не стремились прямо к такому уровню. Нам казалось, что не хватает экспертной оценки, подробной экспертной оценки по многим аспектам развития северных арктических территорий. Ну и, конечно же, приняли в обнимание 17 целей устойчивого развития провозглашённой ООН в 2015 году. И размышляли, а как эти цели, все 17 целей, как можно реализовать в условиях Арктики и Севера. Такой площадки, именно рассматривающих цель устойчивого развития в Арктике, ещё нет. И поэтому нам показалось, что эта ниша свободна. И вот таким образом появился этот северный форум. Да, в этом году мы пятый раз проводим, юбилейный. И даже можно сказать без ложной скромности, что ожидают практически все страны. Онлайн смотрят очень много стран нашей сессии, конференции. И это, конечно, приятно, но очень высокая ответственность. Когда мы говорим «мягкая сила», мы понимаем, что каждое сказанное слово может повлиять по-разному. Программа насыщенная, около 60 разного рода мероприятий. Причём формат мероприятий, начиная с Арктического правового конгресса и крупной международной конференции по изменению климата, таянию вечной мерзлоты, заканчивая небольшими, совершенно круглыми столами, компактными. Есть такое мероприятие, например, как собрание ассоциаций школ Северного форума. Это учителя, это директора школ из Монголии, из наших российских регионов. Будут обсуждать, как они будут сотрудничать в новых условиях. Ну и, конечно, это наиболее серьёзным мероприятием, так как у нас мы с этим передачей Конституции «Мы» это первый вообще в истории Международный Арктический правовой форум, или Конгресс, правовой конгресс. И, конечно же, нам очень интересна вот эта тема, так как в новых условиях законодательства стран в любом случае терпят изменения, потому что появляется очень много новых вызовов. Да, я вот этот вопрос знаю, вот под председательством РУМ Румыча Ушницкого проводится очень большая работа, там и Зинаида Ивановна Корякина, в целом формируется такой пул из различных, так сказать, составляющих. И, как вы правильно отметили, без правового сопровождения всех этих аспектов трудно будет. И, я думаю, вопросы взаимосогласований и так далее, они всегда опираются на нормативно-правовую базу. Поэтому то, что вы действительно уделяете этому Конгрессу большое внимание, потом будет целый ряд публикаций, сборник публикаций, это тоже послужит основой, потому что количество участников достаточно солидное. Так, а по остальным мероприятиям? Да, а по остальным, значит, как вы помните, в прошлом году Айсен Сергеевич инициировал конференцию по вопросам изменения климата и Таяния Вечной Мерзлоты, это проходило в прошлом году, в апреле, в конце марта, по-моему, да, и тогда было принято решение, что эта конференция будет проходить один раз в два года. И мы весной, значит, планируем наш форум, и вдруг нам передают, что Айсен Сергеевич выразил пожелание, чтобы строить программно-форума вторую конференцию по климату. Я еще уточнялся, вы правильно точно говорили, что раз в два года, или все-таки решили каждый год? Они сказали, в этом году хотим вместе с вами, потом опять, видимо, вернемся к регулярности в два года. Ну, это там видно будет, да? Но аспект очень такой актуальный, и я думаю, Айсен Сергеевич совершенно прав, потому что этому нужно уделить самое пристальное внимание. Изменение климата, это влияет на все. Да, и это причем надо учитывать, что... И все эти конфликты покажутся такой мягкой игрушкой по сравнению с тем, что мы можем испытать в рамках глобального потепления. Да, абсолютно верно. Потому что ООН проводит конференцию по климату ежегодно. Мы помним Киотский протокол, политические соглашения. Все страны обсуждают, как реализовать, как снизить выбросы, как экономику стран перестраивать в условиях постоянно меняющегося климата. И при этом эта тема достаточно нейтральная. Она, конечно, и политика есть, но политически не так ангажирована. Все страны спокойно могут обсуждать друг друга независимо, находятся они в конфликтной ситуации или нет. И эта тема позволяет объединять страны, объединять на любом уровне. На основе актуальной проблемы. Да, на актуальной проблеме. Все понимают, что с этим надо что-то делать. И без России эти вопросы никак не решить. И надо еще учитывать, что в Северный форум мы восстановили статус наблюдателя в рамочной конвенции ООН по климату. И теперь имеем очень такое хорошее право формировать свою делегацию на конференцию ООН по климату. И в этом году нам одобрили заявку на создание арктического павильона. В деловой зоне конференции. Азербайджан, ООН, ООН, нам написали, что в этом году как никогда много заявок поступило на павильон. Но учитывая, что Северный форум делает реальные вещи, что заявка ваша одобрена. Небольшой павильон, 50 квадратных метров, но он позволяет проводить уже сессии свои. Замечательно. По разным аспектам. Поэтому то, что Асин Сергеевич предложил на программу форума конференции ООН по климату, это просто вот как... Вписалось. Да, как будто он в этом заранее думал. Ну, скорее всего, да, думал. Поэтому вообще это очень важно. Ну, конечно, есть традиционная конференция университета «Устойчивый север», которая все аспекты социально-экономического развития региона рассматривает. Министерство по развитию Арктики и по делам народов севера тоже традиционная конференция «Арктический вектор». Они в этом году продовольственную безопасность рассмотрят. Мы создаем несколько рабочих групп по оценке качества жизни, по транспорту и логистике. Соберутся очень хорошие эксперты. Посмотрим, потому что Арктическая территория, Северный завоз, вот эти вопросы, логистический связь, как все это организовать. Мы же понимаем, уже все жители жалуются, как трудно добраться до Черского, Тикси и так далее. Вот эти вопросы надо как-то решать им, помогать этим делам. Ну и 25-го, 85 лет Артуру Николаевичу Чилингарову. Прямо в дни нашего форума исполняется вот эта юбилейная дата. Ассоциация полярников России предложила организовать встречу с молодежью. Как привлечь молодежь в Арктику? Нужны молодые силы, чтобы Арктика развивалась успешно, динамично. Вот эти вопросы мы хотим тоже обсудить. То есть, программа, ну конечно, еще есть межоригинальные диалоги. Россия-Китай, Россия-Индия. К нам приезжают африканцы. Сибирско-африканский консорсум может быть создан. Нам нужно образовать на планах. То есть, вот эти моменты, я думаю, будут многим-многим интересны. Вот вы правильно сказали. Арктике требуются кадры, народонаселение. Поэтому вот я неоднократно, выступая на разных площадках, в том числе на площадках федерального собрания, говорил о том, что в Арктике недостаточно военного присутствия. Мы должны работать над расширением популяции. Именно охотники, рыбаки, оленеводы, они доказывают всеми миру, что российский север живет, творит, развивается и так далее. Потому что традиционные отрасли, они должны развиваться, из поколения в поколение передаваться. Поэтому я думаю, что в рамках Северного форума подобного рода мероприятия, посвященные Артуру Николаевичу, я думаю, это действительно значимо. Ну, я знаю, что у вас будет много разных знаковых гостей. И вообще, вот иногда бывает, что люди всегда интересуются бюджетом проводимых мероприятий. Вот здесь, как вы с точки зрения финансирования можете отметить? Да, ну, четыре первых форума прошли при поддержке, конечно, для республиканского бюджета. Ну, сумма небольшая, конечно, но тем не менее. Ну, каждый год мы старались привлекать компании в качестве официальных и генеральных партнеров. То есть спонсорская поддержка очень хорошо помогала нам. В этом году форум проходит полностью на внебюджетные средства. Фонд Андрея Миличенко, который поддерживает крупные проекты по сохранению вечной мерзлоты. Их привлекло то, что... Вот предложение Асения Сергеевича организовать международную конференцию по климату и тайне вечной мерзлоты. И они сразу выразили желание стать генеральным партнером нашего форума. Понимая, что сейчас сложно с бюджетом во всех регионах, они сразу предложили свою помощь. Мы благодарны, что это принимаем. Приняли и надеемся, что это будет долгосрочное сотрудничество. Долгосрочное. Очень надеемся, что наши участники предложат им перспективные, хорошие проекты, которые вместе мы объединяем, можем осуществить в будущем. И благодаря их приходу крупные компании начинают на нас обращать тоже внимание. Тот же самим Росатом. Мы, конечно, раньше тоже не участвовали, но сейчас более серьезно уже подходят к взаимодействию с Северным форумом. Красноярский край, наши коллеги говорят, что при поддержке Норильского никеля можно провести молодежные мероприятия в следующем году. И это нас радует. Я надеюсь, что недропользователи, которые работают у нас, Якутии, тоже обратят внимание, тоже подумают, какой вклад они могут внести в развитие международного и межрегионального сотрудничества. чтобы Якутия, наши регионы имели голос в мировой повестке на самом большом уровне. Как-то так. Вот из ваших уст вытекает, что вы проводите некую такую диверсификацию, расширение сферы влияния, расширение сферы деятельности. Вот вы упомянули, что при поддержке Нору Никеля можно и молодежный форум. То есть разные социальные слои могут в этом соучаствовать и выступать в качестве экспертов, в качестве тех людей, которым предстоит жить в Арктике. Вот каким вы видите перспективы Северного форума? Что нас ожидает в ближайшем будущем? Да, вот здесь народ иногда путается. Даже не иногда, часто. Говорят, когда будет проходить Северный форум. А мы говорим, что Северный форум — это организация, Северный форум по устойчивому развитию этого мероприятия. Если вы говорите про мероприятие, да, он и джиглотный, он будет проходить, и мы приурачиваем всегда Дню государственности республики. Подчеркивая тем самым, что регионы имеют очень хорошие возможности налаживания собственных связей с разными странами региона. И сейчас обсуждаем, думаем, вот правильно ли делаем, что достаточно, по-простому говоря, какой-то винегрет мы составляем. Самого разного рода формата, размера, уровня мероприятия объединяются под нашей крышей и обсуждают свои насущные проблемы. Ну, конечно, мы задаем основную тему каждый год, исходя из цели устойчивого развития, но тем не менее. И лично мне кажется, что нам не хватает немножко какой-то интерактивности, общения с населением. Вот что хотелось бы сделать, чтобы любой человек мог принять участие, скажем, для них организовывать специальные мероприятия, скажем, в театре или на крупной площадке, чтобы видные эксперты мирового значения отвечали на их вопросы. Прямой диалог. Вот этого пока нам еще не хватает. Все-таки мы научно-экспертное сообщество собираем. Наука, она достаточно специфическая отрасль. Люди, углубленные, фундаментальные исследования и так далее, они по-другому видят мир. Но общения вот такого прямого с людьми у них, скажем, не так много. Вот эту часть и хотелось увеличить, чтобы молодежь была более активна, инициировала не большие площадки, а крупные мероприятия. Крупные мероприятия, где в виде деловых игр или стратегических сессий они обсуждали будущее Арктики и Севера со своей точки зрения. И при том, на полном серьезе, чтобы это принималось всеми участниками форума. Вот этого пока нам не хватает. Соответственно, наставники нужны, в свою очередь, которые помогают им проводить такого рода мероприятия. Нам скоро передавать им управление. Страной и, в том числе, и Арктикой. Совершенно верно говорите. В рамках первого международно-арктического правового форума Конгресса предполагается проведение круглого стола на площадке Концовного Совета Республики по нормативно-правовым вопросам регулирования и так далее. Еще раз подчеркиваю, что это очень важная деталь. И то, что вы сказали, достижение обратной связи. Ведь каждый гражданин должен знать и понимать, что, какая повестка, какая политика проводится, что нас ожидает и так далее. Я всецело поддерживаю ваши инициативы. Я думаю, что в рамках последующих форумов вы могли бы это реализовать. И народ был бы вовлечен, и получилась бы такая хорошая обратная связь. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения ваши идеи будут расширяться. Конечно же, научно-экспертное сообщество оно делает свою работу. А с другой стороны, людям необходимо знать, какие аспекты, приоритеты этих научных изысканий. У меня есть даже передача авторская, называется «Профессор доступна в основном». Когда профессора простым человеческим языком поясняется, какое они научные исследования проводят и как это связано с практикой. Ведь наука не может существовать сама по себе. Она должна иметь прикладное значение, и она приносит должную пользу. Но я очень рад, Владимир Николаевич, что вы сегодня, несмотря на всю свою занятость, смогли прийти в эту студию, и мы смогли с вами поговорить. И хотелось бы, конечно, чтобы пятый форум прошел очень успешно, выполнил свои задачи. И тем самым, конечно же, то, что в республике Саха-Якутия есть такой директорат во главе с вами, и он проводит такую большую позитивную работу, направленную на установление добрососедских отношений между различными странами, регионами и так далее. Ведь регионы тоже очень многое делают. И вот вы, реализуя принцип народной дипломатии, мягкой силы проводит такую большую работу, в том числе с вовлечением Северо-Восточного Федерального университета имени Максима Кировича Моссова. Большое вам спасибо. Желаю вам всяческих успехов. Да, спасибо большое за приглашение. Да, будем встречаться, говорить на актуальные темы. Это наша задача. Именно конционные знания пропагандировать и доводить до людей, что сейчас происходит. Спасибо всем телезрителям и ради слушателям. До новых встреч.